Итак, очень короткое место Священного Писания, которое является повелением, приказом к Детям Божьим, к ученикам Господа, то есть к Спасенным. Матфея 5, 48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну и, разумеется, смысл данного стиха – это призыв к совершенству. Поэтому и проповедь называется «Призванные к совершенству». Глагол «призывать» означает со стороны Бога приказывать, повелевать. Со стороны человека «призывать» Бога означает слушать с тем, чтобы немедленно выполнить услышанное. Один и тот же глагол, но в зависимости от того, к кому он обращается или кем он обращается, он имеет радикальное разное значение. И так следует сразу отметить, что данное повеление, как я уже сказал, адресовано не погибающему миру, а спасенным, которые по степени своих отношений с Богом являются учениками или обладают достоинством учеников. «Эталоном же совершенства, на которое мы призваны равняться, как ученики Господа, и к которому мы все призваны устремляться, является совершенство нашего Небесного Отца, которое выражается в Его власти и в Его способности повелевать Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных». Матфея 5, 45 «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Исходя из логической сути данной констатации, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, на практике означает быть светом, как для добрых, так и для злых, и представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. То есть быть святым – это означает быть отделенным от всего то, что является нечистым. И согласно Писанию, разумеется, такое совершенство не может обретаться или даваться независимо от дел, даром по благодати, так как является наградой благодати, которая дается за мужество и отвагу, то есть за подвиг веры, выраженные в оставлении младенчества. Луки 22, 28, 30 «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство. Да едите и пьете за трапезую Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Согласно Писанию, совершенство в предмете Царства Небесного, которое призвано находиться в нас, дается нам в семени Слово, которое призвано взращиваться в плоде нашего Духа через исполнение определенного божественного порядка, выраженного в определенных условиях или же в определенных составляющих. Мы с вами в определенном формате уже коснулись четырех условий и обратились к рассматриванию условия. Пятого – это власть на право переносить страдания за истину. Евреям 5, 8, 10. «Хотя Он и Сын, однако страданиями и навык послушанию, и совершившись посредством страданий, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину мелхиседека». Итак, необходимость страданий за истину на пути к эталону совершенства, выраженному во владении самим собою, это одно из трудноусвояемых условий, потому что путь ко владению самим собою через страдания – это путь к восхищению Царства Небесного, как написано в Луки 16, 16, и другие места описания законы пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в Него. А посему именно при испытании страданиями многие дети Божии притыкаются и соблазняются, и у многих из них разрушается вера и доверительные отношения с Богом, так как они в силу своего невежества полагают, что страдания – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грехи отцов. И что Бог, который взял на себя их грехи, якобы теперь обязан избавлять их от страданий. И если Он этого не выполняет, их вера и их доверительные отношения с Богом разрушаются. Матфея 13, 20, 21 – это место описания свидетельствует, почему разрушается их вера и в чем заключается их невежество. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает Его. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. «Почему ты оставил Господа? Я молилась Ему или я молился Ему, и Он не услышал меня? Я молился, чтобы моя мать осталась в живых, но она умерла. Я молился, но мой отец умер. Я молился, но моя жена ушла от меня. Я молился, но мой муж бросил меня. Я молился, но я все равно потерял работу. Я молился, чтобы Бог дал мне эту работу, но я не получил ее». И таким образом люди тут же разбиваются, потому что их вера, основанная не на камне, у них нет корня. Корень – это доказательство принадлежности к источнику своего происхождения. А посему не иметь в себе корня – это не иметь в себе доказательства на принадлежность к роду Божьему. Именно преткновение на страданиях вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле никогда и не было подлинных доверительных отношений с Богом. Всю этого нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Это причины, повлекшие за собою страдания, призвание страданий в отношениях Бога с человеком, цена за право переносить страдания, потому что они представлены здесь как некое привилегие, как некое достоинство. Не все еще и могут страдать за истину. И далее результаты от перенесения страданий христовых. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право и способность переносить страдания за истину, выраженные в предмете страданий христовых. При рассматривании цены, которая является платой за право переносить страдания, мы уже рассмотрели всем условия, остановились на рассматривании восьмого. Это взирать на воздаяние, на награду. Евреям 11, 24, 26. «Верою Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, то есть на награду. То есть он видел воздаяние, он видел награду. Согласно данной констатации, Моисей взирал на воздаяние, потому что пришел в возраст, то есть в силу, то есть оставил младенческое. А оставил он младенческое и пришел в возраст, благодаря имеющейся у него вере. Потому что написано «Верою Моисей, придя в возраст». И эта вера выражалась в откровении и познании того, что является воздаянием и какие условия ему необходимо выполнить, чтобы наследовать это воздаяние. То есть как оставить младенчество. Потому что вера Божия, позволившая Моисею прийти в возраст, из позиции уже этого возраста взирать на воздаяние. Потому что младенец никогда не сможет взирать на воздаяние. Чтобы взирать, Бог всегда возводил человека на гору, чтобы он увидел награду. Если он находится в низине, он не увидит никакой награды. Младенцы не находятся внизу. Они не могут подняться на вершину. Потому что, чтобы подняться на вершину, нужно платить цену, нужны усилия. Поэтому взирать на воздаяние это не что иное, как информация или учение о Царстве Небесном, которую Моисей получил через слышание Слова Божия. Так написано Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, напомню, что существует вера Божия и вера человеческая. Вера Божия, она приходит от слышания Слова Божия. Не от того, когда мы читаем, а от того, когда мы слышим. Мы можем читать, и в это время Дух Святой может заговорить и раскрыть то, что мы читаем. Потому что мы читаем азбуку Морзе. Мы читаем притчи, мы читаем мысли законспирированные. Они находятся в неприступном свете. Библия – это единственная книга, которая находится в неприступном свете для интеллекта. Ее невозможно понять интеллектом. И всякий интеллект, который пытается ее понять, он тем самым сравнивает себя с умом Божиим. И за это вызывает на себя немедленно гнев Божий. За то, что ты ставишь ум свой наравне с моим умом. Я уничтожу тебя. За то, что ты посмел на такое. И неважно, кто ты. Будешь ли ты первым Адамом, я изгоню тебя из рая, если ты посмеешь свой ум ставить наравне с моим умом. Потому что никакого пророчества в Писании нельзя постигнуть своим умом. Ум не создан для того, чтобы оперировать в сверхъестественном, в четвертом измерении. Для этого нам дан ум Христов. И тем не менее, поразительно, потрясающе, горько, обидно большинство христиан уничтожают друг друга, разделяют по-живому церковь только потому, что своим умом начинают судить о церкви и о тех, кого Бог поставил над ними. Поэтому здесь очень важно понять, есть вера человеческая, это повиновение. Вера человеческая – это повиновение вере Божьей, Слову Божьему. А вера Божия – это Божий приказ, приходящий от слышания. Когда мы слышим и повинуемся, тогда наша вера сработает с верой Божьей. Поэтому воздаяние, о котором здесь говорится, это награда за перенесение страданий за истину. Не зная сути воздаяния или сути того, чем является Царство Небесное, невозможно его сравнивать с сокровищами Египта, а следовательно, невозможно на него взирать. Вот почему народ израильский в пустыне, уже вышедший, оставив Египет, вынес его с собой. И так как отказался взирать на воздаяние, которое Бог предложил им, он все время смотрел на Египет, он взирал на Египет и говорил, о, мы там имели лук и чеснок, мы там имели все, мясо было, рыбу ели, а это здесь манна. Обратите внимание, он не мог взирать на манну, он не понимал сути сокровенной манны, он смотрел на нее и презирал ее, он и назвал-то ее презрительным именем, это круповидная семья, которая сохраняла его жизнь. Мы уже с вами говорили, манна – это презрительная, что это? Вот этот хлеб, и вот это мы будем есть, и от этого мы будем жить. Так где же лук, где чеснок, где рыба, где мясо, которое мы ели в Египте? То есть, посмотрите, Моисей, посмотрев на эту манну, увидел нечто, потому что она была сокровенная. Слово «сокровенная» означает сокрытая, находящаяся в неприступном свете. Что-то нужно было сделать, чтобы Бог позволил проникнуть туда. Поэтому, когда человеку говорится, что за перенесение страданий за истину его награда будет великой, и что она будет положена на его счет в небесном банке, но не говорится, в каком эквиваленте и в каком размере будет эта награда, а также, каким образом и когда он может пользоваться этой наградой, положенной на его текущий счет, то вполне разумеется, что ему невозможно будет сравнивать с египетскими сокровищами и не на что будет взирать. Например, как мы с вами говорили, чтобы Авраам мог увидеть свою награду, ему необходимо было прийти в соответствующий духовный возраст, с позиции которого он мог получить сверхъестественную возможность осмотреть всю землю, а затем пройти по этой земле. То есть, Бог возводил его на определенные высоты образно и не сразу. Он сперва пришел, он ходил по этой земле, а потом Бог начал возводить его на горы. Проходило время, он возрастал. Это не то, что Бог его вывел и сразу показал ему землю и так далее. Абсолютно нет. Он-то и назывался не Авраамом, а просто Авраам, Отец. Но он не назывался отцом множества народов. Только тогда, когда он пришел в совершенный возраст во Христе Иисусе, у него тоже было служение Богу, он тоже размышлял, он тоже пребывал, у него были страдания, у него были искушения, на него также обрушивались мысли всевозможные демонические, как обрушиваются на нас и говорят, так где же Бог? Да посмотри, ничего не происходит. Посмотри, в каком ты состоянии, о чем ты говоришь. Он должен был противостоять. И тогда Бог начал возводить его на горы и оттуда говорить, посмотри на всю землю. И мы уже с вами говорили, да невозможно с любой горы увидеть всю землю. Вы можете увидеть столько, сколько видит физический глаз. Понимаю, с горы будет больше видно, чем с долины, но тем не менее мы не можем обозреть всю землю с любой горы, даже имея орлиные очи. Нам нужно совершенно другое око Господне. То есть нам нужны очи Христовы, которые могли бы охватить вот это сверхъестественное видение. Давайте прочтем бытие, напомню, 13, 14, 18. «И сказал Господь Авраму после того, как Лот отделился от него». То есть Лот отделяется от Авраама, душевное отделяется от духовного. Да, это прообраз спасенных. Лот отказался обладать Царством Небесным и платить за Царство. Он отказался, чтобы пастухи Авраама стали пастухами его стад. У него были свои пастухи. И написано, пастухи Лота стали спорить с пастухами Авраама. И, видя такой спор, Авраам решил отделиться от него и сказал ему, «Мы родственники». То есть спасенные. Будем говорить, люди Царства не всегда спасенные, но тем не менее, спасенные не всегда цари. Поэтому у Лота был выбор либо передать во владение свои стада, передать Аврааму и сказать, «Господин, ты будешь моим князем, ты будешь моим пророком, ты будешь моим учителем, так как Господь с тобою, я передаю тебе, мои стада и мои пастуха больше не будут спорить с твоими, потому что теперь это будет одно». Однако Лот начал выбирать, что лучше для души и выбрал окрестности Содома и Гаморы. В результате, если кто-то из вас будет в Израиле, поезжайте туда, посмотрите, это самое страшное место во всей Палестине. Смерть. Красная, сожженная пустыня, горы, земля, не травинки, жара до 50 градусов с лишним. И мертвое море. Все мертво, везде смерть. И чувствуется, когда ты там находишься. Вот это какое-то чувство. Не знаю, может, кто-то его не чувствует, я его чувствовал. Я чувствовал, когда был в Иерусалиме, совершенно одно. Совершенно другое, когда я был в Тель-Авиве, и совершенно другое, когда я был на Мертвом море и смотрел на Содом и Гаморру. Я был в этих местах. И Бог дал мне прочувствовать вот эту смерть, эту боль, этот выбор человеческий, когда спасенный человек, вместо того, чтобы сделать выбор и качнуть свой маятник в сторону Царства Небесного, не хочет платить цену, начинает спорить. И вот спор с пастухами Авраама, пастухов Лотовых отделился. Разумеется, это было болезненно для Авраама, и тем не менее Авраам пошел на это. Он пошел на это отделение. Он сказал, мы не должны ссориться, отделись и иди себе. Вот земля пред тобою, куда хочешь, иди. И написано, после этого, когда Господь сказал Аврааму, после того, Бог, когда Лот отделился от Него, а теперь, говорит, возведи очи твои с места, на котором ты теперь. То есть, с места, на котором ты отделился. Как только мы отделяемся от душевного в самом себе и ставим душу, которая требует лука, чеснока, того, что было в Египте, ведь Бог нас так благословлял в Египте, ведь Бог вообще призван благословлять, мы все обетования Божьи используем для того, чтобы получить сокровища Египта. Нам неизвестно воздаяние, нам неизвестно награда, нам неизвестно, из чего состоит Царство Небесное, но нам известно сокровище Египта. Тем более, мы накопали массу мест, которые говорят, что это все наше, весь Египет наш, он принадлежит нам по праву. Мы должны взять его, и мы используем обетования, данные для того, чтобы войти в обетованную землю, для того, чтобы наследовать Царство Небесное. Но мы используем его совершенно для других целей. Теперь с этого места Бог заговорил к нему, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. То есть Авраам с этого места, на котором стоял, увидел всю землю. Повторяю, невозможно, ни с какой вершины физическим зрением обозреть всю землю. «И сделаю потомство твое, как песок земной, и если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер свой и пошел и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевронии, и создал там жертвенник Господу. Обратите внимание, он сказал тебе и потомству твоему, то, что будет происходить от тебя. Обычно то, что происходит от тебя и то, что является твоим, даже рабы Авраама наследуют то, что наследует Авраам, потому что они вместе с ним, они часть его дома. Но лот, который отделился от него, уже ничего с Авраамом не наследует. Мы с вами, если вы помните, отправились вместе с Авраамом в аналогичное путешествие с целью осмотреть свою награду в предмете Царства Небесного, которая будет положена на наш счет за перенесение страданий за истину, то есть, чтобы стать совершенными. И я вкратце напомню, мы прошли три награды, мы решили рассмотреть семь положений или семь составляющих этой награды, которые, суть одно, описывают ее с разных сторон, которые записаны в Откровении семи церквам. Семь – это полнота, и вот в этих семи положениях мы рассмотрим награду. И я напомню, вкратце, первое – это Откровение 2.7. «Имеющий ухо даст слышать, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Насколько мы помним, древо жизни всегда подразумевает родословную невесты Агнца, которая начинается с корня дерева. Говорят, родословное древо. Откровение 22.16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я и сем корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Тот, кто имеет насажденное ухо, слышит и повинуется, является древом жизни и входит в малую категорию избранных, в малое стадо. А тот, кто слышит и не повинуется, тот не имеет причастности к древу жизни, так как не имеет в себе корня, а посему и входит в многочисленную категорию званных. Повелительный формат глагола «дослышит» говорит о том, что это приказ и что насажденное ухо способно слышать, когда оно ожидает и настроено на выполнение услышанного, что указывает на то, что данный человек обладает природой овцы. Вкушать от древа жизни означает быть общником корня и ветвей, то есть вкушать сок дерева, то есть питаться жизнью дерева. Некоторые думают, просто плоды дерева. Вы взяли плод дерева, поели и завтра вы опять захотите есть. А Иисус сказал, кто будет частью Моей и начнет, тот не будет жаждать никогда. Люди не понимают. Не надо приходить все время к колодцу. Надо стать колодцем. Не надо приходить и пытаться сорвать какие-то плоды. Надо стать этим деревом, и вы попадаете под текущую струю жизни. Поэтому здесь вкушать эта притча означает стать причастником, быть общником корня, быть привитым к древу жизни и таким образом питаться его жизненными соками, текущими из корня дерева. И в данном случае, как мы уже отмечали, награда за право вкушать от древа жизни дается за сохранение человеком первой любви, которая выражается в выделении Богу первого места. Первая любовь – это не первые эмоции, а выделение Богу первого места по отношению ко всему, что существует в нашей жизни, как греховного, так и негреховного. Греховное отвергается, остается негреховное, которое само по себе не грех. Есть первое, есть второстепенное. И когда мы меняем второстепенное на первое, мы оставляем первую любовь. Потому что мы меняем помазующего на помазание, мы меняем благословляющего на благословение, мы меняем дарителя на дары Святого Духа и так далее. И вот этим самым мы оставляем первую любовь. Поэтому здесь говорится в Откровении 2,4,5, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся и твори прежние дела, если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Сдвинуть светильник с места – это отогнуть человека от спасения. То есть, когда спасенный человек стал Царством Небесным и потом оставляет это Царство, его уже невозможно спасать. Мы с вами говорили, те, кто до выхода из Египта, Бог будет как-то наблюдать за этим народом, но если Бог вывел человека из Египта, и он думает, что он сможет возвратиться в Египет, уже все. Люди такие теряют спасение. Спасенный, который не знает, что такое Царство Небесное, не приобщен к Нему, не понимает, что такое природа овцы, что такое слышать голос Божий, не понимает разницы между своей верой и верой Божией, то, конечно же, если он сохранит свое положение, то, разумеется, он потеряет все в этой жизни, как потерял Лот то, что избрал, но и Царство не обрел. Обратите внимание, где Лот потом жил? Написано, жил в горе, испугался, хотя Бог предложил ему, вот, беги туда, нет, позволь я в этой горе, жил в землянке. И мы видим это плачевное состояние человека, который отказался когда-то, чтобы его пастухи стали пастухами Авраама, принадлежали ему. Он хотел сам пасти свое мышление. Далее мы обратили внимание, второе откровение 2, 10, 11. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышать, да слышать, что дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Венец жизни – это корона победителя или венец правды, дающий возможность избежать вреда от второй смерти. А так как вторая смерть – это символ греха, разделяющего человека с Богом, потому что первая смерть не разделяет человека с Богом, а съединяет. Разрешившись с телом, которое постоянно мешало соединяться с Богом, мы выигрываем и соединяемся. А вот вторая смерть разделяет человека с Богом, как в теле живого человека, так и в теле, когда он оставляет. Поэтому вторая смерть – это грех, который разделяет, то венец жизни призван давать возможность избегать вреда от унаследованного и произведенного греха. И этим вредом является вред второй смерти, когда грех влияет на наши отношения с Богом, на нашу новую природу. То написано, если мы будем верны до смерти, то Господь дает нам венец жизни. И уже благодаря этого венца мы можем избегать вреда от второй смерти, она уже нам не вредит. Грех уже не имеет над нами власти, не может нам повредить. Некоторые думают, что вред от второй смерти – это болезни, это нищета. Нет, это не болезни, не нищета. Вред от второй смерти – это грех, который разделяет с Богом, мешает. Болезнь не мешает общаться с Богом, и нищета не мешает. Богатство тоже не мешает. Отношение к нищете и богатству может мешать, неправильное. Когда человек думает, что если он нищий, значит, он недуховен, что Бог его не слышит, это мешает. Когда он думает, что он богат, поэтому он духовен, это мешает, потому что богатство не является мерилом духовности. Все зависит от правильного отношения. Если вы имеете Господа, то вы богаты. Если вы имеете веру, то нет богаче вас на земле. Павел говорит, посмотрите, братья, немного из вас вообще знаменитых, почтенных и богатых, вот как веки всем. Но не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Так что богатые верою богаче всех людей на земле, наисчастливейшие люди на земле. Поэтому вторая смерть – это символ греха, разделяющего человека с Богом. То венец жизни призван давать возможность избегать вреда от унаследованного и произведенного греха. Однако, чтобы обрести венец жизни и не потерпеть вреда от второй смерти, необходимо не бояться сборища сатанинского и претерпеть от них злословие. Откровение 2, 9, 10. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. То есть, обратите внимание, вот они в скорби, они в нищете, их поносят, над ними глумятся. И вдруг он говорит, впрочем, несмотря на все это, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что не иудеи, что они правильные, а ты неправильный. Писание говорит, а они не таковы, но сборище сатанинское. То есть, Бог так называет людей, которые начинают в церкви называть себя, что неправильные, и пытаются делить церковь, и уходить из церкви, и объединяться. Мы не говорим, когда люди просто идут в какую-то церковь, но мы говорим о разделении, когда церковь внутри разделяется волком каким-нибудь, и идут за ним, то Писание называет это сборище сатанинское. И далее оно говорит, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. То есть, за это претерпение будет награда, надо перенести. Не бойся ничего, что тебе надо будет перенести. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. То есть, практически, Бог будет допускать глубокую боль в дух человека, в его сердце. Он будет стянать, мучиться и не понимать иногда, да что ж это такое, почему я так страдаю. А Бог говорит, настрой себя, перенести это, и ты пройдешь. Поэтому, чтобы не бояться сборища сатанинского и претерпеть от них злословие, необходимо заполучить в своем сердце звезду светлую и утреннюю, или же возлюбить явление Господа. Ведь для того, чтобы получить данную награду, необходимо нечто сделать. 2 Тимофея 4, 3, 8. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался». То есть, подвиг – это я подвязался переносить страдания. «Течение совершил, веру сохранил в этих страданиях. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот когда человек влюбился в явление Господа, размышляет об этом, готовит себя, то таким образом он сможет переносить злословие от тех, которые говорят, что иудеи, а являются сборищем сатанинским. И тогда ему дается венец жизни. А теперь третье. «Имеющий ухо» – это Откровение 2,17. «Слышит да слышит, что Дух говорит церквам». «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, сокровенную, запечатанную семью печатями, то есть находящуюся в неприступном свете, которую невозможно понимать умом, оценить умом. И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Итак, сокровенная манна, как хлеб жизни, потому что она указывала на Христа, как на хлеб жизни, дающая жизнь миру, является сродни древу жизни и сродни венцу жизни. Вкуша ее, человек обретает белый камень и новое имя, написанное на этом камне. Это получение обетований, находящихся в сокровищнице Царства Небесного. То есть человек получает Царство Небесное, и никто не знает, потому что оно в нем. Никто не знает этого имени, этого достоинства, что это царь и священник. Никто не знает, какие его полномочия, чем он обладает, только знает он. Однако, чтобы вкушать сокровенную манну, мы находим в откровении, нам необходимо покаяться и искоренить из своего понимания и из своей среды тлитворное учение Валаама. Откровение 2,14-16. «Но имею немного против тебя, потому что есть там у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазон сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». То есть, Бог ненавидит учение Валаама, которое практически есть во всех церквах, когда определенная категория людей, иногда даже на уровне пастора, который внедряет в церковь такое учение, однако всегда будут люди, которые не воспримут учение такого, когда легализируется грех, когда на вещи, которые в Писании называются грехом, вдруг говорят, что это на самом деле не грех. То есть, когда начинается смешивать то, что посвящается идолу, и говорится, вы можете есть. Берут место Писания, допустим, где апостол Павел говорит, «Идол в мире ничто», и поэтому ты сидишь, если вы там и ешь что-то посвященное идолу, и тебя увидит кто-то, что ты ешь, то соблазнится на тебе, то лучше, говорит, я не буду этого есть. Однако нужно понимать, о чем говорил Павел и о каких ситуациях. Совсем одно на базаре купить то, что было посвящено идолу, и совсем другое прийти в идольское капище и есть там. Есть две большие разницы. То есть, когда мы покупаем на торгу, там мы без исследования, потому что действительно идол в мире ничто, Господня земля и все, что наполняет ее, и мы на это не обращаем внимания. Если это пища Божья, благословение, а ее дают идолу или посвящают идолу, но повторяю совсем другое, когда я прихожу в идольское капище, когда я начинаю там ее есть, я конкретно начинаю почитать идола. Здесь я не почитаю его. Я беру, благодарю Бога и ем. А здесь почитают этих идолов. Они начинают представлять Христа в виде идола. Они начинают говорить, это нормально, нормальная музыка, нормальный жанр, нормальный вид. То есть в церковь вводится некая вакханалия, некоторые разнузданные отношения. И это не грех, и пить не грех. И иметь любовников и любовниц не грех. То есть практически начинается развращение. Люди живут эталонами этого мира, вносятся это все в церковь, и это не грех. Потом начинается отвержение священного писания, что якобы мы, в общем-то, и не имеем настоящего священного писания. Это они имеют его, и они заново теперь уже пишут это священного писания. Как будто бы Бог не сберегал свое писание. Вдруг появились какие-то новые Евангелия, те, которых никогда не было. Появились новые Библии, которых никогда не было. появились движения людей, которые называют себя посланниками Христа последних дней, мормоны и ежесними им подобные, которые никакого отношения ко Христу не имеют. И все это внедряется в церковь. Но писание говорит, я это ненавижу. И ты должен покаяться, потому что я это ненавижу. А теперь давайте обратимся к четвертому, или к четвертой составляющей. Откровение 2, 26-29. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся. Как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Обратите внимание, мы должны получить власть над язычниками так, как и Христос получил власть от отца моего. Он говорит, как и я получил власть от отца моего, что говорит, до определенного времени Христос, как человек, не обладал определенной властью. То есть, что-то было у него, но определенной властью он еще не обладал. Он не обладал властью над второй смертью в теле своем. Он мог побеждать первую смерть, он воскрешал людей, он исцелял людей, но он не имел власти над второй смертью. И только когда он взошел на крест и умер за грех человека, исполнив волю Божию, это была совершенная воля отца для него, это был его крест. И когда он это сделал, он тогда своею смертью попрал вот эту вторую смерть, победил ее. И здесь он намекает на это же, что если вы победите вот точно так же, как и я победил до конца, это значит, если я заплатил моей жизнью для того, чтобы победить вторую смерть, я отдал мою жизнь. Он так и сказал, вы не можете быть моими учениками, если вы не потеряете своей жизни, от всего не отречетесь. То есть это не значит умереть в буквальном смысле, но это значит быть готовым к этому. Быть готовым к этому и не взирать ни на что, чтобы Бог стал все, всем и во всем. Итак, власть над язычниками, это власть, как мы видим, жезла железного в нашей жизни над всем, что не обрезано. Язычники назывались те люди, которые не были обрезаны, которые не имели общения с Богом на основании завета. Да, они имели общения, не приходили к Богу, они могли молиться Ему, но у них не было завета, заключенного с Богом, они не заключили с Ним завета, они не вступили с Ним в завет, они не поставили себя под проклятие, потому что когда человек вступает в завет с Богом, он ставит себя под заклятие, что теперь он будет служить Богу чистой совестью, и теперь он уже не будет выбирать. Что теперь, несмотря на то, что каждый день мы будем выбирать между добром и злом, но в завете с Богом мы сразу выбираем добро. И потом я не говорю, у меня нет выбора. У меня был выбор, и я его уже сделал. И теперь в силу сделанного выбора я буду все время делать выбор в сторону того, что я когда-то сделал. Поэтому, когда меня призвали в армию и предложили мне принять присягу, я сказал, а я уже воин Христа, и я уже заключил завет с Богом, я не могу быть вашим воином, и я уже воин. Они говорят, ну просто распишись. Я говорю, нет. То есть, и я готов был пойти на все, хотя для моего тела это была весьма неприятная затея. Но я шел на нее, потому что я рассматривал себя, я это исповедал, я это говорил, чем и повергал их в изумление. Потому что Бог дал мне Слово. Я до этого очень сильно ночами изучал Слово Божие. В начале, я не понимая, я просто прочитывал его. Я мог читать его, читать и читать и читать. Закончил и опять, закончил и опять, выучивая главами, выучивая посланиями. Но зато потом, вдруг, во время собеседования какого-то, или когда мне задавались вопросы, у меня всплывало в сознании несколько мест Писания и их значения, которые раньше я не понимал. И я сыпал их местами Писания. Они были полностью сражены, потому что я говорил и потом толковал тут же. Написано, написано, написано. Некоторые из них удивлялись, а некоторые в буквальном смысле восторгались. восторгались и говорили, ну что это за Библия восторженная? Вот это Библия! Ну, конечно же, если чадо Божие не изучат ее, что Бог приведет на память, если человек не читает Библии? Видите, когда мы читаем, заучиваем, это очень важно. Я и сегодня заучиваю определенные места Писания. Мы встретились с Борисом на Хавайях когда, с нашим регентом. И когда мы зашли, у него была открыта Библия, он говорит, я вот 11 главу наизусть изучаю сейчас евреям о вере и стал нам цитировать, что такое вера. И я смотрю, он такой радостный, вот просто наполненный радостью. Ну, найдите человека, который столько лет в таком унизительном положении и который так радуется. Я не видел таких радующихся здоровых людей, как этот человек радовался. И я вижу, что вот его присутствие, вот это то, что он радуется, Слово Божие, которым он питается, это делает человека совершенно другим. Он не зависит уже от своей болезни. Что сатана может ему сделать? Он уже его победил. Он уже не имеет вреда от второй смерти. Поэтому очень важно, кто побеждает. Власть над язычниками, над необрезанными мыслями. Потому что именно власть над язычниками открывает путь к восшествию на небосклоне нашего сердца утренней звезды. Тому я дам звезду утреннюю. То есть власть над язычниками открывает путь к восшествию звезды на нашем небосклоне, утренней звезды. И дается такая власть, как награда за то, что мы в свое время не попускали жене и Изавеле вводить себя в заблуждение и сохранять до конца то, что имеем. Потому что Изавель, или учение Изавели, или пророчество Изавели, настроено, направлено на то, чтобы похитить у вас то, что вы имеете. Откровение 20, 20, 25. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать и есть и доложертенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». То есть, когда Гецея дал время, это говорит о том, что Бог называет пророчицею Изавелью своих детей, что они себя так ведут, что он вынужден был назвать их таким именем, потому что он дает ей время покаяться, или им. «Вот я повергаю ее на одары любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, если им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в феотире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете, держите, пока приду». То есть, появляются какие-то пророчества, какие-то откровения, какие-то сны, каких-то определенных людей, которые посягают на то, что мы имеем, на то, в чем мы наставлены по Писанию. Совсем одно, когда то, что мы имеем, является просто учением людей и не имеет никакого отношения к Писанию, когда выдергивается какой-то стих и вольное толкование. Но когда мы наставлены и мы имеем действительно оправдание, когда мы знаем, что такое Царство Небесное, и вдруг появляется некто и говорит, «О каком оправдании вы говорите? О каких козлах вы говорите?» Если они раньше это признавали, потом вдруг они начинают это не признавать, начинают это отрицать. Писание говорит, вот это есть, притом отрицают якобы то, что какой-то ангел пришел, как будто бы только ангелы Божьи приходят. Да на земле больше бесовских ангелов, которые имеют вид ангелов Божьих и приходят к людям. И разумеется, эти ангелы приходят к людям верующим, потому что неверующие люди не поймут этого ангела, который придет к ним. А если даже поймут, кто послушает этого неверующего человека, но если вы какой-то авторитет и жаждете признания в церкви, то разумеется, когда к такому приходит дьявол, как ангел света, и начинает открывать нечто ему, то, конечно, его послушают, потому что он авторитет. И вот здесь говорит, держи, что имеешь, то, в чем ты наставлен, не отдавай этого, сохраняй это. И если ты будешь это держать, то таким образом ты победишь. Это не обрезанные мысли. Обязательно она должна быть обрезанной. То есть должно быть завет, там должен быть крест, учение о кресте. Но обычно идеи, которые подаются, идеи обольщения, они не связаны с крестом и с учением креста. Они всегда идут в разрез. Не нужно, все облегченно. Идите напрямую к Богу и просто так кайтесь. И люди легко признают, забывая, забывая, что Бог сказал, кому вы простите грехи, и тому простятся. Забывая, что напрямую, идя к Богу, вы не получите прощения грехов. Потому что вы идете против Бога. Бог оставил своих апостолов, через которых Он будет прощать грехи или оставлять грехи. Апостолы не могут прощать грехи, когда вы идете сами там. Иди к Богу напрямую, не нужно никакого исповедания. Но Он сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Павел подчеркнул эту мысль, ибо все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию, через нас. То есть, и, конечно же, их приводит в бешенство. А чего это ты, говорит, себе приписываешь? А я, говорит, это не я себе приписываю. Это Бог приписал апостолам. Слово апостол – посланник. Это не только мне, это всем посланникам я отношу, включая себя самого. Не нравится? Флаг в руки. То есть, поэтому мы должны понимать эти вещи. Появляются такие лжепророчества, такая изавель, которая говорит, нет, любодеяние, то есть, вот начинают любодействовать, вступать в контакт. Любят такие вещи, потому что, а и правда, это же хорошо, потому что все теперь будет делаться во тьме. Написано, кто любит свет, тот идет к свету, чтобы его дела были явны, потому что не в Боге соделаны. А кто не любит свет, тот прячется. Зачем кому-то говорить? Пойдешь, скажешь, а потом вся церковь будет знать. А вся церковь и должна знать. А как ты хотел? Если я найду нужным, чтобы вся церковь знала, вся церковь будет знать. Ты что хочешь делать? Если 3-4 человека уже знают, то вся церковь будет знать. Все равно об этом потом узнают. Весь мир узнают, все ангелы узнают, поколение всех людей узнает. Бог выведет это все равно. То есть, почему люди не понимают этих вещей? Слово открыть, исповедать это, сделать известным. Сказать, я согрешила, или я согрешил, но Бог простил меня, потому что я оставил мой грех. Ну что проще? На таких людей смотрят, как на героев. Но у них ложный стыд, узнают, какая я. А ты что, не такая? Ты что, хочешь другой представлять себя? Я пойду и сама сделаю перед Богом. И вот находятся такие изавели в лице мужчин и женщин, которые учат, соблазняют, и находятся люди, которые идут за ними. Писание говорит, если ты будешь побеждать это, то есть пойдешь против этого, сохранишь то, что ты имеешь, сохраните это учение, потому что, когда вы имеете это учение, согрешил, исповедался, праведник сколько бы раз не падал, но как только вы начинаете скрывать, вы теряете оправдание. Вы теряете оправдание, вы не сохраняете того, что имеете. Праведник, он открывает. Но я исповедал Богу открывать грех, а что, Бог не знает твоего греха? Знает. Поэтому открыть Богу ты ничего не можешь. Но Бог называет, ты открываешь предо мною грех, когда признаешь мою власть и идешь и исповедуешь грех. Так было и в Старом Завете. Люди приходили и не шептали себе там перед Богом, Господи согрешила или согрешил. Они приходили к священнику и говорили священнику, «Я согрешил пред Господом тем, тем и тем». И тогда священник знал, какой вид жертвы надо приносить по соответствующему греху. Он подводил животное и человек возлагал руки на невинное животное и исповедовал эти грехи перед священником. И тогда священник объявлял его чистым, принося в жертву животное грехи переходили на невинное животное. Это был прообраз. Пятый вариант. Откровение 3, 5, 6. «Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам». Мы с вами знаем, что белые одежды – это оправдание, дающее причастность к книге жизни. Правда, здесь речь идет об активном оправдании, которое творит правду. Оправдание, не могущее творить правды, выраженной в правосудии, не является оправданием. Если человек говорит, что он оправдан, да, я принимаю даром по благодати, но не знает, что… Если ты принял оправдание, ты будешь творить правду. Ты будешь освящаться. Ты будешь творить правосудие в границах, означенных для тебя Богом. Поэтому строение, не имеющее под собою основания или дерево, не имеющее в себе развития корневой системы – это оправдание, которое не может творить правду. А посему награда за право быть облеченным белой одеждой, которая является гарантией того, что наше имя не будет изглажено из книги жизни, дается за то, что мы постоянно помнили то, что мы в свое время приняли и слышали. Обратите внимание, почти во всех местах Писания постоянно Дух Святой напоминает, чтобы мы хранили то, что мы приняли и слышали. Павел часто обращается, вот он к Галатам обращается и говорит, помните, как вы радовались, когда вы приняли это? Что с вами сейчас случилось? Чего вы обратились к какому-то другому благовествованию? Что вам нужно какое-то обрезание, вам нужен какой-то закон? Вы что, крещение Духом Святым приняли по закону или даром по благодати? Верою. Откровение 3.1.3. Здесь говорится, что нужно сделать, чтобы получить белые одежды, оправдание. Знаю твои дела, ты носишь ими, будто жив, но ты мертв. Это как раз то, когда люди говорят, а кто? Я иду к Богу, Бог меня простил, я исповедал пред Богом, я оставил грех, все, к какому пастору я еще должен идти. Знаю твои дела, ты носишь ими, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Мы говорим о совершенстве. Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Если же не так, или же если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Теперь в определении же самой сути заключенной в книге жизни, здесь речь идет о книге жизни, следует усвоить один принцип, точно так же, как невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста, потому что церковь – это собрание искупленных или святых, избранных из разных народов, обреченных на погибель. Церковь – это люди, пришедшие из разных народов, обреченных на погибель, принявшие спасение. Вот это спасенные, которые пришли из погибели. В то время как невеста – это собрание искупленных или святых, избранных уже из спасенных народов. Таким образом, невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Точно так же существует и разница быть книгой жизни и быть записанным в книгу жизни. Или же быть Иерусалимом, то есть светом, или же быть освящаемым этим светом, то есть светом Иерусалима. А посему книга жизни – это всегда собрание искупленных или святых, избранных из разных спасенных народов. Это Царство Небесное. В то время как запись в книге жизни – это собрание спасенных народов, обреченных на погибель. Обратите внимание, это собрание спасенных народов, обреченных на погибель. Когда их записывают туда. А сама книга – это другое, это категория Царства Небесного. А запись туда – это уже совершенно другое. То есть Иерусалим – это одно свет, исходящий от него. Это уже говорит о том, что спасенные – это не свет миру. Христос сказал ученикам, вы – свет мира. Спасенные – это младенцы. Какие они ученики, если они увлекаются всяким ветром учения, слушают всех подряд, как в той притче, садятся на дороги, и все проходящие проходят мимо. И Дух Святой это иллюстрировал такими словами. Ты, как коровитянин, который сидит у дороги, раскидывала ноги свои для каждого мимо проходящего. То есть давала возможность осеменять себя, оплодотворять себя. Когда ты слушаешь, это семя. У тебя должен один муж. Ты не должна оплодотворяться от любого семени. Ты должна знать, кто твой муж. Слушай, сегодня масса верующих людей имеет много мужей. Они буквально бегают за всеми мужчинами, не понимая, что у тебя должен быть один. Помолись Господу и узнай свою церковь, куда ты должен прийти, где ты должен учиться. Бог может тебя переводить из одного места в другой, из одной страны, из одного города, из одного собрания святых, в другое собрание для определенных целей. Но однажды, когда ты придешь в совершенство, он тебя поставит в определенное место и покажет тебе человека. И мы должны эти вещи понимать. Вот посмотрите, как описывается книга жизни. Она не везде называется книгой жизни, но это книга жизни. Откровение 5.15. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достойно раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. «И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печати ее». Обратите внимание, здесь делается ударение, в другом месте Писания говорится о нем, он говорит, «Я, звезда светлая и утренняя, корень и потомок Давида». То есть корень и ствол ее, то есть то, что идет из корня. А здесь он говорит только о корне. «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, что победа может произойти только через корневую систему». То есть если у вас есть корень. И здесь говорится о таких обетованиях, которые запечатаны. Это та же сокровенная манна. Книга, запечатанная внутри и снаружи семью печати Метацеркова Иисуса Христа. Невеста. Это и есть невеста, это и есть Царство Божие. Но он говорит, «Я много плакал посмотреть, что же Бог приготовил? Какова суть Царства Небесного? Какова суть этой категории людей?» Христос сказал, «Вы сядете со Мною, садите двенадцать колен Израилю». И мы видим, как только печати начинают открываться, начинают суды проявляться. То есть они начинают творить правду. Люди Царствия творят правду, правосудие. Как открывается книга, сразу начинается это твориться. Это книга жизни. Это та же книга жизни. Откровение 20, 11, 15. Посмотрите, что об этой книге говорится уже в другом измерении. Невеста приходит раньше, она уходит от земли вместе с Господом, садится на двенадцати престолах, и Бог открывает ее суть. Что она будет делать? Чем она будет заниматься вместе с Ним, прежде чем придет на тысячелетнее царство? И вот тысячелетнее царство заканчивается. Очень много спасенных. Невеста находится со Христом в новом теле. Сатана отпускается, чтобы испытать живущих на земле. В буквальном смысле, несмотря на это, люди начинают увлекаться новым учением и объявляют, что Иерусалим, в котором царствует Христос во плоти со своей церковью в новом теле, это ложь. Он выдвигает себя за Бога и говорит, «Я ваш Бог», а это обманщик. И люди собираются толпами, окружают Иерусалим, чтобы уничтожить его. И что происходит тогда? Откровение 21, 15. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». То есть, и иная книга, практически царство небесное в лице церкви. Здесь говорится о том, что церковь вместе с небесным отцом на белом престоле, потому что и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. «И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, а море не повержено». Обратите, море тоже отдало мертвых. «Смерть и ад повергается в озеро огненное, а море, которое отдало всех мертвых, вот эти мертвые не повергаются». О чем это говорит? Это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть, мы видим, что это было море спасенных. Это те, которые ходили во свете Иерусалима. Вот они как раз и спасаются. А те, которые не ходили во свете Иерусалима, Писание называет их сборищем сатанинским или же называет их, как мы видим здесь, смерть и ад. То есть, сборище сатанинское носит в себе смерть и ад, называя это жизнью. Но приходит время, приходит день, когда великий белый престол, слово белый – это праведный, вскроет это все. И, разумеется, книга, которая будет это все вскрывать на основании этой книги, это будет церковь. Я дам вам, и вы будете со мною судить двенадцать колен израилевых. То есть, Бог возьмет и в начет время начаться суду с Дома Божьего. Он вначале очистит свое царство, Он очистит свою церковь, а потом уже начнет иметь дело с миром. на этом я закончу, потому что у меня есть еще шесть-семь, показать, но чтобы не делать это в поспешности, а дать нам возможность пропитаться этим, мы сейчас будем молиться. Поблагодарим Бога за то, что Он призвал нас быть не просто наследниками царства, а быть царством, что все, которые слышат это слово и получили доступ к этой благодати Божией как к награде, имеют сегодня возможность сделать выбор, остаться с Лотом и продолжать спорить, что, а я так не понимаю, с его пастухами, то есть, пойти на сторону пастухов Лота или пастухов Авраама, ваш выбор. Мы будем сейчас молиться все желающие бросить вызов греху, обидам, боли, горечи, болезням, нищете. Господь готов наступить на все это зло через ваше покаяние. Склоним колено, будем молиться. Мы ждем вас, Дух Святой, здесь, чтобы помиловать вас, чтобы очистить вас от соблазнов, от обиды, от боли, от горечи, от нечистых желаний, чтобы вы могли возобладать над ними. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог действительно на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Он готов в Духе Святом молиться вместе с вами, наступить на то зло, которое принесло вам утрату, потерю и боль, исцелить вашу сердечную рану, восстановить ваши отношения друг с другом и с Ним. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к тебе с моим страхом, с моим позором, сердечной раной. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Я открываю мое состояние, мою боль, мое падение, мой позор. Прошу тебя, яви мне милость твою, яви исцеление твое. Я принимаю его через слышанное слово. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь.